Челябинская тхэквондистка Татьяна Кудашова завоевала медаль на чемпионате мира в Корее. Тем временем футболисты команды Челябинск получили заслуженные бронзовые награды. Подробности расскажет Валерий Киченко в обзоре спортивных новостей. Челябинская тхэквондистка Татьяна Кудашова серебряный призер чемпионата мира в корейском городе Муджу. В полуфинальном поединке чемпионка Европы прошлого года нанесла поражение Инесс Тавриди из Латвии со счетом 11-5. В решающем бою ученица заслуженного тренера России Александра Энса и Анны Селютиной уступила турчанке Зелихи Агрис 8-11. У Татьяны серебро. Напомним, что ранее в состязаниях выступили южноуральцы Регина Сахаудинова, чемпионка планеты Ольга Иванова и Вячеслав Минин. Им не удалось войти в число медалистов. Игроки и наставники футбольной команды Челябинск получили заслуженные бронзовые медали перенства страны. Последний раз такого же успеха они добивались 10 лет назад. Их поздравили глава Челябинска Евгений Тевтелев, спортивные руководители города и области Леонид Одер и Евгений Иванов, члены попечительского совета клуба. Команда дает пример нашим мальчишкам, которые идут заниматься активно в наши футбольные клубы. Меня вдохновляет на то, чтобы обновляли мы футбольные поля. Сергей Глазков не только вратарь, но и капитан команды. А значит несет ответственность за результат вдвойне. Минувший сезон был удачным, но не легким. Психологически больше тяжело, потому что идешь всегда на третьем и третьем месте, боишься потерять это место. И психологически где-то нам не хватало показать тот уровень, который мы действительно можем. Не успели игроки отдохнуть от футбольного марафона, как начинается новый сезон. Бронзовые призеры вступят в него без своего лучшего бомбардира Марата Шеймарданова, который ушел на повышение в классе Ярославский Шинник. Скорее всего покинут челябинскую команду Кирилл Холодов и Вячеслав Стешин. Сейчас ребята, ну фамилии говорить пока преждевременно, то есть это челябинские ребята, которые уехали в свое время гораздо раньше бороздить просторы, так скажем, российского футбола. Мы сейчас пытаемся вернуть назад. Ну и плюс я думаю, что еще так же 3-4 мальчика из нашей школы тоже появятся. 15 июля футбольный клуб Челябинск стартует в Кубке России. Спустя 4 дня сыграет первый календарный матч перенства страны. Челябинский кикбоксер Ильнас Сайфулин стал заслуженным мастером спорта России. Соответствующий приказ о присвоении ему высшего спортивного звания подписал министр спорта Павел Колобков. Капитан национальной команды по кикбоксингу Ильнас Сайфулин, самый титулованный в нынешнем составе сборной. Он трехкратный чемпион и обладатель Кубка мира, четырехкратный чемпион Европы, девятикратный чемпион России, чемпион планеты среди профессионалов по версии из Кавака Про. Это второй заслуженный мастер спорта, которого подготовил заслуженный тренер России Фаригат Касымов. Ранее больших успехов на российском и международном ринге добился двукратный чемпион мира Европы Сергей Богдан. Следующий ответственный международный старт с участием Ильнаса Сайфулина – ноябрьский чемпионат мира в Венгрии. Участник Олимпийских игр в Лондоне Денис Кулаков из Челябинска установил рекорд России на чемпионате страны по стрельбе из малокалиберного оружия. Состязания традиционно прошли в подмосковном стрелковом комплексе «Лисья-Нора». Бронзовый призер чемпионата Европы, мастер спорта международного класса Денис Кулаков перенствовал в неолимпийском упражнении произвольный малокалиберный пистолет дистанция 50 метров. Ученик Владимира Рыбанина был точнее соперников как в квалификации, так и в финале, где установил рекорд страны. Кубок Стэнли не привезут в Магнитогорск. Главный трофей национальной хоккейной лиги второй год подряд завоевала команда Питтсбург Пингвинс. Вклад в победу внесли и воспитанники южноуральского хоккея. Нападающий Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар в июле доставят спортивный раритет в Москву. Кубок Стэнли будет по дню у каждого из них. В Магнитогорске легендарный кубок, как и в прошлом году, не увидят. Напомним, что Питтсбург обыграл в финале Нэшвилл с общим счетом 4-2. А Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф НКЛ, набрав 28 очков. Миняцкий профессиональный боксер Денис Шафиков в третий раз попытается завоевать титул чемпиона мира. Решающий в его карьере бой состоится 30 июня в североамериканском городе Толедо, штата Гайя. Соперником 32-летнего российского легковеса по прозвищу Чингисхан будет 26-летний хозяин ринга Роберт Истер-младший. На счету Шафикова 38 побед, в том числе 20 нокаутом, два поражения и одна ничья. Он дважды боксировал за титул Международной Федерации Бокса, проиграв мексиканцу Васкису в феврале 2014 года и кубинцу Бартолеми в декабре 2015. Истер-младший, завоевавший чемпионский пояс в сентябре прошлого года, одержал 19 побед, из них 14 нокаутом. А утром 29 июня телезрители канала ОТВ имеют хорошую возможность узнать подробности недавнего боя-реванша Сергея Ковалева с американцем Андрео Уордом от самого российского крашера. Сергей Ковалев будет гостем программы «Наше утро», поделится своими спортивными, творческими, жизненными планами, а также ответит на вопросы телезрителей. Не пропустите утренние эфиры. Валерий Киченко, Павел Клементьев, ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова